Привет, привет, мои дорогие! Спасибо большое, что вы зашли ко мне в гости. Я хочу показать, какие дела я сегодня переделала, что я успела, какие у меня новости. И хочу сказать, что я давно не показывала, какие продукты я покупаю. И вот сегодня я с самого утра сходила в магазин и закупилась. Закупка получилась такая немножко большая. И я покажу, какие вкусности и какие полезности я купила. И что еще я сегодня переделала. Сегодня мне повезло, потому что была акция в магазине, или, как у нас говорят, ангиботы. И я купила сегодня вот эти продукты. Начнем с того, что я купила вот такую красивую редиску. Очень красивая, твердая такая. Авокадо тоже был по акции, или, как говорят у нас, пангиботу, такой красивый. Оливковое масло. Такая у нас уже продается наша немецкая клубника, такая, такая запашистая. Груши такие красивые, крупные, тверденькие. Огурчик. Геркулес. Крупный. Кокосовое молоко. Творог. И сыр тертый, 30% жирности. Это голубика. Голубика, наверное. Хальдебери. Не знаю, как по-русски. Ну, наверное, так вот. Такая крупная. Я буду печь, ну, и кушать, конечно. Это тунец в собственном соку. Йогурт натуральный. Яйца. Наши немецкие, тоже нашего севера. Такой лаваш тоненький-тоненький я хочу испечь. Ну, и поделюсь с вами, конечно. Это спагетти. Из цельнозерновой муки грубого помола. Рис молочный. И такой рис. Басмати. Куриную грудку. Я не покупаю много мяса и не замораживаю. Я знаю, что я сварю. И вот здесь 600 грамм куриной грудки. Это филадельфия. Это филадельфия. Такой сыр. Это с печёным перцем болгарским. Это шоколадный. И это натуральный. Тоже на хлеб. Вот это всё, что я сегодня купила. И было по акции, и я сэкономила. Вот такие вкусности. Сегодня буду печь мои любимые морковные кексы. Делаются они очень быстро. И получаются очень-очень вкусные. В тесте морковка даже не чувствуется. Поэтому даже могут маленькие детки кушать. Ну и, конечно, если и можно морковку. Для этого понадобится нам мука. Морковка. Здесь 150 грамм. Я уже её измельчила в комбайне. Дистала. Ну, чтобы не отнимать время. Но можно натереть её на мелкой тёрке. По вашему желанию. Можете в комбайне измельчить, как я. Или на тёрке. Сахар. У меня здесь 40 грамм. Но это у меня не сахар. Это сахарозаменитель. У меня такой. Если вам нравится послаще. Ну, тогда добавьте по вашему желанию сахар. Но сахар где-то 3 столовые ложки. Потому что морковка тоже сладкая. Два яичка. Они небольшие. Одна чайная ложка разрыхлителя. Одна чайная ложка корицы. Это по желанию. Здесь у меня 3 столовые ложки масла. У меня оливковые. Но если возьмёте подсолнечное, возьмите, чтобы оно было без запаха. И здесь у меня маленький пакетик цедры апельсина. Но если у вас это тоже по желанию. Но если у вас нету таких пакетиков, тогда, если у вас будет свежий апельсин, натрите только цедру. Мякоть не надо. И тогда его не надо добавлять. Я буду добавлять его в муке. А свежий апельсин нужно добавлять тогда в жидкость. Когда будут все вот эти ингредиенты. Итак, сейчас нужно сначала смешать муку и все сухие ингредиенты. Я в ситочку так буду делать. Сюда разрыхлитель. Корицу. И вот этот пакетик апельсиновый. Если у вас свежий апельсин, натрите цедру, но мякоть не нужно брать. И тогда цедру не нужно смешивать с мукой, а нужно прямо туда в жидкость, ну, когда будут жидкие ингредиенты. А у меня сухой, я его добавляю в муке. Он такой яркий. И все это смешиваем. Хорошенько-хорошенько вот это нужно смешивать. Чтобы они хорошо смешались. Смешали сухие ингредиенты и оставляем в стороночке. И будем взбивать яички. Вот и все. Оставляем в сторонке. В яички я добавляю щепоточку соли. И буду взбивать. И аккуратненько добавляю сахар. И взбиваем дальше, пока не получится белая такая пышная пена. Ну, яички не станут такие. Посмотрите, какие они получились. Пышные такие, белые. Это значит, что мы хорошо их взбили. И сейчас на маленьких оборотах будем добавлять потихонечку муку. И добавляем масло. Не будем взбивать долго. Только чуть-чуть, пока не соединим. Все готово. И сейчас сюда добавляю морковку. И будем размешивать до однородности. Вот такая получается она красивая. Сейчас мы размешаем все аккуратненько. И получится очень красивое такое тесто. Посмотрите, какое красивое тесто получилось. Вот такое оно должно быть. Тесто готовое. Сейчас будем раскладывать ее по формочкам. Вот так вот. Вот так вот. Половину можете смело, не бояться. Вот так я их заполнила. Потому что они не сильно поднимаются. Тесто немножко тяжеловатое. Духовку я уже разогрела. 180 градусов. И ставим на 25-30 минут. Но ориентируйтесь по своей духовке. Можно проверять шпажкой. Как они зарумянятся, шпажкой проверяйте. И значит все готово. 25 минут прошло. И я их достала из духовки. Получились такие яркие. Вот такие красивые, яркие получились. Сейчас нам нужно доставать их из формочки. Посмотрите, какие. А, немножко горячие. Посмотрите. Я забыла сказать, что формы у меня силиконовые. И проблем нету. Они не прилипают. И сейчас будем доставать их вот так вот. Видите, какие. Ну, немножко горячие. Ничего страшного. Хочу сказать, что мука у всех разная. Поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь по вашей муке. Муки может пойти меньше, а может и чуть больше. И яйца по величине тоже разные. Поэтому, чтобы не было никаких неприятностей, ориентируйтесь по вашей муке. Ну, по вашей... Но консистенция должна быть такая, как я вам показала. Вот, пусть они остывают. И потом, когда остынут, можно посыпать сверху сахарной пудрой по желанию. Ну, давайте поломаем один. Посмотрим, что там внутри получилось. Ну, немножко горячий. Посмотрите. Какой яркий. Вкусно. Да. И не сладко. Ну, пусть остывает. А то он горячий, пар выходит. Они уже остыли. И я хочу немножечко сахарной пудры вот так. Можете сиропом или что, когда будете подавать на стол. А я вот так сделаю. Вот такие они красивые получились. И видели, как вкусно они внутри. Какие они там пышные внутри. Получается очень-очень вкусно. На это все ингредиенты и подсчёт калорий, как всегда, будет под видео. Приятного вам аппетита! Сегодня мне нужно мыть микроволновку. И когда у меня есть... Вот у меня остались апельсиновые корки. Мы кушали апельсин. И вот остались корки. И я сюда добавлю воды. Обыкновенной воды. Вот так вот. И поставлю микроволновку на 5 минут. И вы знаете, очень хорошо очищается. Но это когда у меня вот бывают корки. А так я чищу и лимонной кислотой тоже в воде. Или чищу уксусом тоже. Но я больше люблю, когда есть вот такие апельсиновые корки. Или мандариновые. И вы знаете, такой запах стоит вкусный. Я потом оттуда достаю. Я оставляю на кухне. И просто восхитительный запах апельсиновый. И вот так я сейчас поставлю на 5 минут. 5 минут там будет хорошо кипеть это-то все. И потом все вот это протру. И остается очень чисто. И запах вкусный. И все хорошо. Может, кто-то это так делает. А может, кому-то пригодится. Буду очень рада. Мои дорогие, у меня тут чудо родилось. Видите, вот домик. Это домик для синицы. И там внутри появились маленькие птенцы. Я это снимаю издалека, чтобы не подходить близко, чтобы не мешать ей. И там они так пищат сладко. И она такая трудолюбивая. Я наблюдаю за ней здесь на улице, когда работала. Она, вы знаете, каждые 5 минут она полетела и пришла опять с червячком. И лазит туда. И слышно, как они там бьются крылышками, я не знаю, шевелятся так сильно. И она сейчас залетела туда внутрь. И это чудо какое. Вот этот домик, он стоял в прошлом году пустой. Никто сюда не прилетал. А в этом году я просто случайно увидела, что она там залетает. Я работала на улице, чистила тут. И я заметила, что она раз туда полетела, когда она вылетела обратно и улетела, я подошла поближе, а они, оказывается, там уже. Они, оказывается, уже вылупились. Представляете? Вот у меня прибавилось семейство. Такое чудо родилось.